Дана Джумагалиева Дана Джумагалиева Они создают инвестиционное будущее нашей страны 19 мая 2015 года Подписан указ президента Республики Казахстан О международном финансовом центре Астана А в это время Дана трудится главным менеджером В национальной почтовой сети Уже через год Первое пленарное заседание Совета иностранных инвесторов Под председателем первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Посвященное развитию МФЦА А в это время Дана трудится в Национальном банке Республики Казахстан 2018 год Международный финансовый центр Астана Официальное открытие А в это время Дана получает диплом Калифорнийского университета За окном уже 2020 год Прошло 5 лет с момента подписания закона И сегодня мы познакомим вас с удивительным человеком Заместителем директора департамента По поддержке участников МФЦА АФСЕ Бизнес Коннект Даной Джумагалеевой Которая начала работать почти с первых дней создания МФЦА О том, как это было и с чего все начиналось Нам расскажет Дана и ее коллеги Здравствуйте, Дана Здравствуйте, это Никен Бизнес Я рада приветствовать вас сегодня здесь В Талант Тауэрс В Экзекуатив Хаб Который является партнером МФЦА Знаете, Дана, у нас много интересных вопросов к вам Давайте же их поскорее обсудим Буду рада ответить и поделиться своей информацией Пройдемте ко мне в офис Я в МФЦА С самого его основания То есть с февраля 2015 года Мы начинали, скажем так, на такой большой командой Которой мы являемся сейчас на сегодняшний день Это было около 20-30 человек максимум Которые плечо к плечу начинали работать Но над самим созданием такого глобального проекта Расскажите про свой, скажем так, рабочий бэкграунд Перед тем, как вы попали в МФЦА Насколько я знаю, он был очень интересным Ну, на самом деле, истоки еще были Когда я работала в агентстве по регулированию Деятельности регионального финансового центра Алматы То есть, если вы знаете, то До Международного финансового центра Был запущен проект регионального финансового центра Там я осуществляла деятельность в департаменте По биржевой инфраструктуры То есть мы, в свою очередь, очень тесно работали Именно с рынком капитала После чего я перешла работать в Национальный банк Республики Казахстан Где, скажем так, мы работали над запуском данного проекта На уровне законодательства В частности, над принятием конституционного закона Мы тесно сотрудничали с Boston Consulting Group Которая была привлечена для создания модели Международного финансового центра Ну и после чего я уже начала, соответственно, работать В МФЦА А где тогда находился офис? На экспо, скорее всего? Да, совершенно верно Это был 16-й год Это год, когда экспо был на стадии своего построения То есть если вернуться в те годы и посмотреть Это был пока что один небольшой офис В котором мы оперировали, взаимодействовали со своими коллегами Среди пустыря, где не было совершенно ничего Кроме больших строительных машин и бригад и так далее То есть очень интересный опыт на самом деле Стоять у истоков, скажем так, создания и построения МФЦА Именно с периода начатия этого экспо То есть это не сейчас мы видим красивые здания Уже развитую инфраструктуру Тогда это был всего один офис И очень-очень много строительства вокруг Я на проекте Международного финансового центра Астана с 2016 года Можно сказать, наверное, и с первых дней И вот одним из первых сотрудников, с которым мне пришлось работать достаточно тесно Это является Дана На тот момент вокруг проекта, конечно, было много скептицизма Много вопросов, но, наверное, и правильно Потому что проект был очень большой, амбициозный И требовал очень детального анализа Помню, как вчера в Пальдом Данной приходилось ходить по гособманам В том числе и в Министерство финансов Доказывать, почему те задачи И как мы их собираемся исполнять релевантны Защищать наши бюджетные дабы Вопросы финансирования В том числе и вопросы, которые связаны с созданием Астана интернекционного течения То есть почему именно задача по развитию рынка капитала Должна была реализовываться в форме создания биржевой платформы Пять лет Это целая история Даны Где было место новой работе, новым знакомствам, учебе в Америке Время – самый ценный ресурс Действительно, оно не восполняется, не повторяется Но оно может подарить опыт Опыт работы в новом финансовом центре С амбициозными задачами и лучшими мировыми практиками Опыт работы с совершенно новым регулятором AFSA То есть комитетом по регулированию финансовых услуг Принцип работы которого базируется не на тотальном контроле финансовых компаний А на доверии и гибкости к клиентам Бесценный профессиональный опыт, о котором сегодня и поделится наша героиня Ну а для начала узнаем подробнее про регулятор, с которым и работает Дана Дана, расскажите поподробнее о вашем взаимодействии с регулятором Именно мой отдел по авторизации Он в очень тесном сотрудничестве с отделом авторизации AFSA Нашего регулятора Потому что наша работа, она непосредственно Очень взаимосвязана С нашей стороны, то есть у нас есть в ABC Connect команда sales Это те люди, которые привлекают участников Скажем так, осуществляют определенный пичинг по миру К примеру, мне приходят определенные лиды, компании Я со своей стороны провожу определенный консалтинг В части подбора лицеи, процессов регистрации и авторизации И возникают определенные моменты, где мне нужна, мне необходима, скажем так, экспертиза Самого регулятора Это различные аспекты К примеру, признание юрисдикции, скажем так, той компании Которая, к примеру, со штатов То есть, насколько, например, эта компания может правильно, скажем так, зарегистрироваться здесь Либо возникают различные открытые моменты в части именно регулирования В этом направлении мы непосредственно сотрудничаем с отделом авторизации АВСА Ну и помимо этого, скажем так, если идти по процессу, да Как только мы со своей стороны, я и моя команда изучили все вопросы Заполнили все формы, подготовили, то есть, full package для того, чтобы компанию авторизовать Мы передаем полностью весь этот пакет документов в команде авторизации в АВСА И АВСА со своей стороны уже рассматривает со стороны, скажем так, регулятора, да Насколько правильно заполнены формы, насколько достоверны и широкомасштабны Ну, то есть, именно та информация, которая требуется непосредственно регулятору, да В январе 2020 года АВСА инициировал создание новой организации АВСА Бизнес Коннект Для стимулирования привлечения прямых инвестиций в Казахстан и регионы СНГ Наряду с действующими государственными агентствами в Казахстане АВСА Бизнес Коннект предоставляет специализированную услугу Которая включает в себя поиск подходящих проектов для инвесторов на международном рынке Подробнее про работу этой новой организации узнаем у Даны Дана, расскажите, пожалуйста, поподробнее о своем подразделении В январе 2020 года была создана организация АВСА Бизнес Коннект Целью которой является предоставление структурированных решений и информации А также поддержку компаниям для получения доступа на площадку Международного финансового центра Расскажите вкратце о своем функционале Я работаю в департаменте по поддержке участников МВЦА То есть на сегодняшний день у нас уже более 500 компаний И являющиеся полноценными членами Международного финансового центра И, скажем так, наша основная задача Это осуществление поддержки текущей деятельности участников А также в случае, если мы имеем дело с компаниями, которые планируют осуществлять Действительность на АВСА, различные проекты, начиная от рынка капитала Различные финансовые инструменты, исламский хаб и другие финансово регулируемые услуги Со своей стороны мы предоставляем определенный консалтинг В части именно авторизации Как раз таки мой юнит, он отвечает за ту необходимую поддержку для компаний В целях получения лицензии После открытия МВЦА в 2018 году мы поняли, что очень важно иметь отдельно стоящую организацию Которая отвечает за бизнес, за привлечение инвестиций, за бизнес И за отношения с клиентами И с начала этого года мы создали AFC Business Connect Так как мы считаем, что мы передовое звено в экосистеме И мы должны презентовать нашу экосистему И иметь всю нужную экспертизу Учитывая все сектора, учитывая сегмент клиента, с которым мы общаемся Я работаю в Международном департаменте по продажам Моя основная деятельность заключается в привлечении новых компаний На казахстанский рынок для регистрации в МВЦА и в КВА Наш КВА привлекает компаний для инвестиций в Казахстане У департамента по поддержке участников и у нас на самом деле очень тяжелая работа У нас есть общий документ оборот, где мы собираем данные, которые мы предоставляем И даем хоть делу в участие Департамент заботится о документации, помогает клиентам заполнить и собрать правильно весь пакет документов Пересылает их в АВСА и помогает на самом деле всем, кто входит в их компетенцию В авторизации и регистрации Это тот момент, в котором мы кооперируемся и взаимодействуем с департаментом по поддержке участников В большинстве своем мы проводим общие совещания, на которых мы обсуждаем начало нашего взаимодействия Чтобы понимать, где мы можем друг другу помочь В прошлом году, в июне, мы совместно зарегистрировали 500 компаний И это успешный результат нашей совместной работы Рабочий день на самом деле очень насыщенный Это череда встреч Иногда бывает так, что буквально одна за другой встречу проходит конвейером И встречаюсь я с различными компаниями, начиная от стартапов, которые только хотят выйти на рынок А заканчивая уже определенными такими гигантами, которые уже давно находятся на рынке Которые уже позиционируют себя в высоких международных рейтингах Это различные управляющие инвестиционные фонды, это международные банки, это различные тросты То есть обзор компании очень широкий Поэтому, скажем так, день Если у тебя, к примеру, в день 5-6 встреч Это считается нормой То есть это и не мало, и не много Но иногда бывает так, что с утра идут прям подряд встречи и заканчиваются только к вечеру А вечером ближе к 5-6 нужно соответствующе осуществить сопровождение данных потенциальных участников Теми инструкциями, теми консультациями или открытыми вопросами Которые, скажем так, были обсуждены во время этих встреч Поэтому после такого активного и насыщенного дня происходит и серия как бы бэк-офис Когда ты сидишь и начинаешь осмысливать каждый из этих проектов Так как, скажем так, международный финансовый центр, он построен на основе common law Это совершенно отличное от казахстанского права И для многих компаний это что-то новое Для казахстанских, например, компаний это что-то новое Поэтому для разъяснения каких-то определенных правил или актов уходит достаточно много времени То есть в первую очередь нужно пронести через себя это все Примерить это все на тот проект, который планирует данная компания Ну и уже после, скажем так, дать четкий, понятный и короткий ответ Поэтому вторая половина дня, точнее конец моего рабочего дня Он проходит в изучении материалов, подведении итогов, прописании каких-то гайдов По тем или иным проектам Международный финансовый центр Астана В перспективе способен сыграть такую же роль в развитии региона, что и финансовые центры в Дубае, Гонконге, Сингапуре, Швейцарии или Лондоне МФЦА уже стал центром притяжения для крупнейших международных банков и инвестиционных компаний Следует отметить, что МФЦА – это единственный международный финансовый центр на пространстве между Гонконгом и Дубаем Которые основаны на английском общем праве Поэтому МФЦА представляет собой определенную международную платформу для ведения бизнеса для различных компаний Это и частные лица, это и крупные финансовые компании, это и производственные компании, это различные торговые корпорации Вплоть до компаний, которые впервые вышли на данный рынок То есть в свою очередь потенциальные участники, либо участники МФЦА, они работают в таких сферах, как банковское дело, рынок капитала, фондовый рынок Это страховой рынок, это рынок исламского финансирования, это различные компании по присвоению кредитных рейтингов и тому подобное То есть на сегодняшний день, если взять так в целом, можно отметить, например, таких участников, как China Construction Bank Это либо венгерский торговый банк, который тоже открыл у нас представительство Крупные брокеры, такие как Ренессанс Капитал, Wood & Co То есть если посмотреть на данную линейку, то можно уже отметить, скажем, крупных игроков международного рынка Я считаю, что МФЦА лучший из международных финансовых центров высшего уровня для международных банков МФЦА имеет прекрасную команду, включая и команду менеджеров под руководством мистера Келембетова По моему мнению, команда МФЦА очень открыта, дружелюбна и самое главное, они большие профессионалы своего дела Представительство нашего банка в столице Казахстана – это первый иностранный банк, который стал операционным институтом здесь в рамках работы с АВСА Наша компания включает в себя функции банка, трейдинг финансовых сервисов, банковские продукты, синдикаты права, а также финансовый сервис менеджмента Вы знаете, после открытия в сентябре 2019 года и по сегодняшний день общий оборот банка составляет 600 миллионов долларов США С общим портфелем около 7-9 миллиардов Я считаю, что это прекрасная работа Особенно хотелось бы отметить, что в марте 2020 года, когда мы запустили первый офшорный банк здесь Была проведена очень большая работа и кропотливая ввиду нестабильной ситуации в мире сейчас А какие требования предъявляются этим клиентам? Все будет зависеть от выбранной активности на МФЦА То есть на сегодняшний день у нас более 25 регулируемых видов деятельности, финансовых видов деятельности То есть если мы говорим, например, об открытии банка, то одним из основных требований это будет требование к уставному капиталу Который на сегодняшний день составляет 10 миллионов Но в связи с, скажем так, обстановкой на рынке, в связи с пандемией В настоящее время наш регулятор работает над снижением уставного капитала, дабы пойти навстречу рынку То есть если это, к примеру, брокерская организация, либо страховая организация, либо компания по управлению активами То каждая из этих активностей имеет определенный уставной капитал Помимо уставного капитала, конечно же, есть определенные функции и требования, которые закреплены внутренними актами МФЦА Это как раз-таки часть моей работы, где мы проговариваем с участниками те требования, которые предъявляет МФЦА Многим участникам данные требования очень знакомы Потому что наши акты, наши правила, они разработаны на международных стандартах Что, в принципе, достаточно, скажем так, знакомы и лояльны для финансового рынка в целом Дана проводит пререгистрацию в департаменте в процессе лицензирования Она помогла очень многим последним 500 компаниям в МФЦА в 2020 году Дана также расширяет наше сотрудничество в участии МФЦА Вы знаете, она проводит ресерчинг, она проводит информмероприятия, она участвует в поправках, информирует о проведении Она создавала форум участников МФЦА и полностью занималась поддержкой и организацией мероприятий На самом деле, для меня это персонально большой опыт работы на подобном мероприятии Мы с ней искали спикеров за один день до мероприятия, причем это должен был быть международный эксперт На самом деле, ей не нужно много времени, чтобы что-то создать Буквально за час создаются новые графики, она информирует всех участников и выставляет им корректное время по 10 минут Вот это достижение, это отличные персональные данные, и я еще не встречал таких людей Одно из самых важных моментов, не так давно, около трех месяцев назад, она очень много работала в АФСА И сейчас она ведет большой банк Это все о ней и о том, как она помогает нам, насколько это возможно и в ее силах На что же нужно делать потенциальным клиентам? Ну, главная задача потенциального клиента – это знать, какую деятельность он планирует осуществлять То есть важно на моем этапе подобрать ту лицензию, которая будет соответствовать той деятельности, которая будет осуществлять данная компания В лицензии достаточно много, деятельность может быть, к примеру, не только одна, введение, например, банковского дела То есть чаще всего компании берут несколько лицензий, типа от пяти до шести лицензий различных Потому что обзор, скажем так, и их направление очень широк И спектр также разнится И для того, чтобы подобрать нужную лицензию, мне от участника нужно знать четкое понимание того, какие планы у данной компании на площадке АФСА Ну, я так понимаю, это все упирается в экспертизу? Так в чем же она у вас заключается? На самом деле, для примера, вернемся к проекту по открытию банка На первоначальной встрече мы обсуждаем, скажем так, те проекты, которые планируются Те функции, которые будет банк реализовывать здесь И, скажем так, ту активность, которую он в целом выбирает Со своей стороны, подобрав определенную лицензию Мы начинаем, скажем так, мы направляем пакет документов Самому представителю банка, которые необходимо заполнить и представить в полном объеме И на данном этапе при заполнении тех или иных аппликаций возникают различные открытые вопросы Это и функционалы, это и, к примеру, написание различных политик Это по e-mail или compliance политике Помимо этого, обязательно должен быть, скажем так, пул команды Которая соответствует тому функционалу, который необходим для ведения бизнеса То есть есть функции, которые проверяются надзорным органом АФСИ И, ну, также и назначением, да То есть нужно будет не просто представить, скажем так, те или иные кандидатуры Но также и пройти определенный чек от нашего регулятора То есть объем работы достаточно большой В плане открытия, но он такой комплексный, да И чаще всего создается вот со стороны, например, компании Создается определенная рабочая группа, там, состоящая из юристов Из compliance офицеров, из back-office, ну, и лидирующего менеджера С которым мы непосредственно на каждодневной основе ведем переговоры По заполнению, по представлению этих политик Потому как будет протекать их деятельность после того, как они станут участником Какие отчетности нужно сдавать, в какие периоды, к примеру Какие есть льготы и как они могут ими воспользоваться Какие проекты они могут привлекать То есть параллельно с вот этой базовой работой Мы еще коммуницируем с нашими коллегами внутри То есть в ABC, в AFC Business Connect, мы коротко называем ABC Есть такие департаменты, как deal sourcing Это и маркетинг, к примеру, и participant support department То есть мы стараемся максимально дать ту поддержку участнику Которая ему необходима для его комфорта Для его развития и для привлечения определенной прибыли С учетом высочайшей конкуренции за умные инвестиции Среди развивающихся рынков МФЦА – это прежде всего агент инвестиционной безопасности Предоставляющий инвесторам независимую юрисдикцию С собственным законодательством, основанным на английском общем праве А также систему разрешения споров Дана, давайте, наверное, перейдем к более личным вопросам Ну и для начала расскажите о себе В частности, где вы родились, в какую школу, допустим, ходили? Ну, я родилась в самом древнем городе Казахстана Которому более двух тысяч лет И который некогда являлся центром степной части Великого Шелкова Пути, в городе Тарас Однако школу я уже закончила в городе Алматы Закончила специализированную школу-гимназию номер 15 Я думаю, очень много выпускников данной школы Потому что я до сих пор встречаю в коммуникациях и на работе И в целом общаюсь в социуме Дана, какие у вас любимые были предметы в школе? Английский язык, русский язык и литература Это были три моих самых основных любимых предмета А выбор этих предметов как-то повлиял на то, допустим, какую профессию вы в итоге выбрали? В какой университет пошли? Вот на самом деле выбор профессии Первое образование у меня бухгалтерский учет и аудит Он совершенно никак не был скоррелирован с теми миллион предметами Которые я проходила во время школ Потому что я очень любила математику Точные науки Ну а так получилось То, что выбор моей специальности Я пошла по эстезистской мамы Которая тоже одно из ее образований Это бухгалтерский учет и аудит Поэтому высшей математики и статистики И бухгалтерии у меня было очень много в процессе обучения Закончила я аудитский экономический университет По бакалавриатам бухгалтерского учета и аудит Но, к сожалению, проработала я по этой специальности ровно месяц Повышение квалификации, может быть, была дальше магистратура или еще что-то? Очень много сертифицированных различных программ И в Корее, где я обучалась государственному управлению В городе Сеул Это различные дополнительные курсы в Великобритании, в Лондоне Ну и последняя академическая, скажем так, заключительная программа У меня была в Калифорнии, США В университете Калифорнии Беркли Где кроме академической базы образования Я еще проходила и стажировку в одном из крупных венчурных фондов Под названием Максим Который находился в Силиконовой долине В городе, в сердце Силиконовой долине, в городе Пало-Альто Ну и в заключении хотелось бы узнать, какие у вас планы на будущее? Планов на самом деле достаточно много Потому что развитие происходит не только в профессиональном направлении Поэтому я думаю, вы об этих планах еще услышите Очередной выпуск завершился Сегодня мы встретились с профессионалом своего дела Даной Джумагалеевой, руководителем отдела авторизации Дорогие зрители, если вы решите регистрировать свой бизнес в юрисдикции МВЦА Вы знаете, к кому обращаться До скорой встречи! С вами был Атамикен Бизнес Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова